СМИ Британии, Уругвай деклассировал россиян. И на СМИ, Россия. 26 июня 2018 года. Выступления сборной России на этом чемпионате мира время от времени заставляли нас задуматься, можем ли мы верить своим глазам, но проблема вратаря сборной России Игоря Акинфеева оказалась в том, что он поверил нападающему уругвайцев Луису Суаресу, пишет Индепендент. Футбольный гений Суареса проявился уже через 10 минут после начала игры. Выполняя штрафной удар, звездный уругвайец показал глазами Акинфееву, что будет бить через стенку влево от вратаря угол, а сам направил мяч в нижний правый, продолжает издание. Относительный успех россиян до игры с уругваем был в какой-то степени неожиданным после довольно сдержанных притурнирных ожиданий, но хозяева чемпионата, похоже, поверили в успех, как только им удалось забить первый гол на чемпионате. Правда, в первых двух играх им противостояли достаточно скромные соперники. Сборную Саудовской Аравии можно описать как неорганизованный сброд. Египтяне были получше, но незначительно. К тому же, у них был безмозглый план на игру. Что касается уругвая, то он обладатель Кубка Мира. Несмотря на то, что уругвый завоевывал мировой трофей еще в те времена, когда не было цветного телевидения, сборная представляет собой закаленную в боях команду, возможно, с лучшей группой центральных защитников на турнире. Главной ударной силой России был Денис Щерышев. Но его попытка заблокировать удар Лакселта закончилась рикошетом в собственные ворота. Таким образом, уругвый загнал Россию в гроб уже на 23 минуте. Если крышка гроба еще не была плотно закрыта, то перед перерывом красную карточку получил Игорь Смольников. О камбэке во втором тайме можно было забыть. В следующем матче уругвый ждут более серьезные испытания, но эта команда добилась максимума, выступая в самой слабой группе на турнире, выиграла все три игры и не пропустила ни одного гола. Для уругвая сейчас начинается настоящий чемпионат мира, а Россия, возможно, тоже только что открыла для себя настоящий турнир. И ей это не очень понравилось, заключает автор материала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok